Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! И в сегодняшнем видео я хочу вам показать покупки и подарки от чистой линии. И если вам интересно, то продолжайте смотреть. И первое, что я вам покажу, это березовый шампунь от чистой линии. Здесь идет 80% березового отвара в объеме 400 мл. Я не могу сказать, как он по запаху, потому что я его еще не открывала. У меня сейчас кое-какие шампуни есть, я их закончу и потом уже начну им пользоваться. Этот шампунь идет для всех типов волос. И это очень-очень хорошо. Следующее, что покажу, это бальзамополаскиватель, объем и сила, пшеница и лен. Его я также еще не открывала, ничего не могу сказать. В объеме 250 мл. И шампунь, и ополаскиватель мне прислала моя подписчица-подружка, с которой мы обменивались посылками. Посылки получились у нас очень большие. И периодически я потихонечку то, что она мне прислала в подарок, я вам буду показывать. И вот это вот первое, то что она прислала. Если честно, очень радует этим продуктом, потому что я их не пробовала, но слышала очень хорошие отзывы на них. Еще два продукта для волос, их я уже сама покупала. Это гель для укладки волос, природный блеск клевер. Вот так вот он выглядит в объеме 120 мл. Мне нравится, что объем небольшой. Как только он закончится, я решу для себя, нужно мне это средство еще раз, либо не нужно. И именно вот этот вот маленький объем мне очень нравится. Что нам обещают производители? Фитосияние, увлажнение и фиксация. Ну, я думаю, фиксация точно в нем должна присутствовать. По крайней мере, у меня пару лет назад был какой-то гель для волос, и мне он очень нравится. У меня волосы сами от природы кудрявые, но иногда нужно волосам придать такую более красивую, скажем так, кудрявость. И вот этот гель, я надеюсь, что мне в этом поможет. По крайней мере, я уже несколько раз им пользовалась, и мне пока что вот мои первые впечатления действительно очень понравились. То есть волосы становятся красивые, более кудрявые, более аккуратные. Следующее средство для волос. Это воздушная пенка для укладки волос. Питание, увлажнение и фиксация. Объем от корней. Вот так вот она выглядит. Ну, в принципе, выглядит как обычная пенка. По запаху ничего не могу сказать, что зеленью какой-то пахнет. Все, пока ничего не могу сказать, потому что я не пользуюсь. Здесь написано, сильно фиксация четверочка. Ну, как только попробую, я, конечно, обязательно поделюсь с вами. Что касается вот этого вот запаха, я вам не сказала, запах действительно потрясающий. Мне очень понравилось. Мне кажется, все-таки, ой, очень громко, извиняюсь. Мне кажется, что запах вот этого средства действительно очень напоминает клейфер. Очень приятный запах остается на волосах, и мне это очень нравится. Следующее покажу. Это лак для укладки волос, питание, увлажнение и фиксация. Опять же, объем от корней, сильная фиксация, четверочка. Вот так вот выглядит носик. Распыляет очень хорошо. Я уже начинаю пользоваться. Пользовалась уже несколько недель вот этим вот лаком. И впечатление у меня очень хорошее и по запаху, и по свойствам. Поэтому я думаю, что может быть, когда закончится вот этот лак, если мне не захочется чего-то нового, то я, наверное, вернусь к этому лаку и куплю его еще раз. По крайней мере, пока что мне он очень нравится. Следующее, что покажу, это крем для тела, моделирующий силуэт. Вот так вот он выглядит. У меня за этой серией был скраб для тела. Он мне понравился. Оставил такие приятные воспоминания и ощущения этот скраб. И сейчас, когда я увидела, что есть крем для тела, я тоже его решила попробовать. Но пока я его еще не открывала, по запаху ничего не могу сказать. По свойствам, конечно же, тоже. Вот так вот он выглядит. Здесь написано 200 мл в объеме. И записано, что способствует сжиганию жировых отложений, уменьшает растяжки, совершенствует контуры тела. Конечно, в это все я не верю. Я его просто купила попробовать просто как крем для тела. Я думаю, с этими целями он вполне должен справиться. Следующее, что покажу. Вот такая необычная ситуация получилась. Это крем-уход для рук. Нежное питание с ромашкой. В общем, один флакон мне прислала подружка моя в посылке, опять же. Но я купила еще один крем, который уже закончился. Получилось так, что я еще посылку не открывая, увидела вот такой кремушек в магазине и купила. Когда я открыла посылку, я поняла, что у меня теперь вот таких вот два кремушка одинаковых. Ну, я в принципе не расстроилась. Что хочется сказать. Я уже, конечно, на этот крем могу оставить хороший полноценный отзыв, так как он один уже тюбк у меня закончился. Буквально за несколько недель я вот эти несколько недель только им и пользовалась. Очень сильно мне понравился этот крем. Пахнет действительно ромашкой и действительно он питает. Получается, что я пользовалась такой уже холодный период года и он очень-очень помогал, поэтому я очень сильно рада, что у меня теперь два кремика. В скором сейчас немножко передохну, а потом вот к этому крему вернусь и использую его также полностью с огромным удовольствием. Еще у меня есть два средства для тела. Это крем уход для ног и интенсивное питание, которое содержит масло облепихи. Вот так вот выглядит этот кремушек. Это также мне подружка прислала. 75 мл в объеме. Я, в общем, не посмотрела, что он идет с маслом облепихи. Начала его использовать. Вот как видите, уже почти половинку израсходовала. Он такой вот белого цвета. И что хочется сказать, действительно питание этот крем дает мне ногам. Может быть, потому что ноги не очень проблемные. У кого может быть сильная проблема с ногами, возможно, он не поможет. Мне он помогает, мне он очень нравится. И первое моё впечатление от этого крема было очень положительное. И, возможно, из-за того, что аромат этого крема мне напоминал какую-то выпечку, сдобу. В общем, потрясающий был аромат. И, вдыхая его, мне очень было приятно пользоваться этим кремом. Крем очень быстро впитывается. Также быстро впитывается, как и предыдущий крем для рук. Этот крем для ног также впитывался очень быстро. Времени для этого много не нужно было. Я очень люблю запах облепихи. И не сразу я увидела на вот этом флакончике, что здесь есть запах облепихи. Когда я это рассмотрела, я поняла, почему мне этот крем нравится. Я действительно в диком восторге от него осталась. Думаю, что если он мне попадётся на глаза, то я его обязательно куплю, потому что у меня действительно крем потрясающий. Следующее для тела, что у меня есть, это фитонестеран. Защита от белых следов. Содержит жасмин и ромашку. Вот так вот он выглядит. В объёме 150 мл. Вот так вот с другой стороны. Им я уже также начала пользоваться. Мне очень нравится. Распылитель у него очень хороший. Попробую вам показать. Надеюсь, вы увидели. Запах у него потрясающий. Что касается белых следов, я не могу вам ничего сказать. Возможно, он защищает от белых следов, потому что я часто ношу что-то чёрное. И вот именно с этим десторантом я ничего не замечала. Но мне, в принципе, нравится, как он защищает именно от запаха. И с этими свойствами он очень справляется хорошо. И мне очень понравилось это в этом десторанте. И поэтому, если вы не пробовали от чистой линии, то попробуйте. Я думаю, вы не разочаруетесь. По крайней мере, пока что я от него в восторге. Следующее, что покажу, это вот такого скраба чистой линии с абрикосовыми косточками. Я думаю, с этим продуктом уже многие знакомы. И получилось так, что один скрабик я сама себе купила. И два скрабика мне прислала моя подружка в этой же посылке, о которой я вам сегодня рассказывала. Так вот, флакончик выглядит 50 мл. Сейчас я пользуюсь вот этим вот скрабиком. И мне он очень сильно нравится. Вообще-то, я в прошлом году, наверное, познакомилась с этим скрабиком. И он мне оставил действительно... И после использования этого скрабика у меня остались только положительные эмоции. В прошлом году у меня было использовано два таких тюбика. Потом я решила сделать перерыв. Потому что, ну, чтобы не надоел мне этот скрабик. Какое-то время был перерыв. И сейчас в посылочке я увидела две штучки. И сама купила. И сейчас вот активно начала пользоваться этим скрабиком. Могу сказать честно, что это на данный момент мой самый любимый скраб, который я покупала, покупаю и буду покупать. Поэтому я очень рада, что у меня снято на момент три штучки этого скрабика. Вы не представляете, сколько просто у меня радости на самом деле. Следующее, что покажу, это мягкий лосьон для снятия макияжа свет. Если я правильно помню, это также мне присылала подружка в посылке. Его я еще не пробовала. Но здесь написано, что он бережно снимает макияж и укрепляет ресницы. В объеме 100 миллилитров. Вот такое вот средство. Как только у меня сейчас закончится от белорусской косметики мое жидкость для снятия макияжа, я перейду сразу к этому средству. Следующее, что покажу, это лосьон тоник. Очищает, тонизирует и освежает кожу. Василек. Вот так вот выглядит эта упаковочка. Это мне также присылала моя подружка. В посылке 100 миллилитров в объеме. Как вы видите, я почти его уже использую, потому что он на самом деле потрясающий. Он на самом деле хорошо очищает, тонизирует и освежает кожу. Все, что заявлено на упаковке, со всем этим он справляется. И запах у него действительно потрясающий. Василек, трава. В общем, для меня это очень хороший запах. Скажу честно, я не первый раз им пользуюсь. В прошлом году я тоже сама покупала такой тоник и осталась также в диком восторге. Поэтому я была очень рада, когда я увидела этот тоник в посылке. На самом деле очень-очень хороший. И я уверена, что в ближайшее время, когда буду в России либо в Беларуси, я еще себе такой тоник обязательно куплю. Еще что у меня было в посылочке, это молочко для снятия макияжа. На тваре целебных трав брусника. Написано, что мягко снимает макияж и увлажняет кожу. Вот так вот он выглядит. Его я, если честно, не пробовала. В объеме также 100 мл. Мне нравится, что у чистки линии есть такие небольшие объемы. По крайней мере, не надоест. Также я еще его не открывала. По запаху ничего не могу сказать. Но именно когда уже морозы настанет и будет где-то минус 20, вот тогда я начну пользоваться этим молочком. Я отношусь к тем девушкам, которые любят, наверное, все жидкости снять макияж. Я люблю и молочко, и двухфаску, и мицеллярную воду. В общем, я все люблю и пользуюсь всегда именно под настроение. Когда у меня есть настроение и желание, я пользуюсь молочком. Есть настроение, я пользуюсь мицеллярной водой. В общем, я в этом плане вообще не привередлива. Главное, чтобы просто убирала мой макияж с глаз. И вот этим вот средством я с удовольствием попробую, как оно вообще в действии. Я надеюсь, что будет точно так же хорошо, как и все предыдущие, которые я вам показывала. Последнее, что покажу сегодня, это пенка для умывания. На тваре целебных трав, которые содержат ромашку. Как здесь написано, пенка освежает и придает тияние, не сушит кожу. Эту пенку я не удержалась и один раз использовала. В объеме 100 мл она также. Вот так вот выглядит. Если честно, пенка мне понравилась. Но, опять же, сильно я не могу вам ставить свой отзыв. Я думаю, что он будет не очень честный и хороший. Сейчас, конечно же, буду продолжать пользоваться этой пенкой. Надеюсь, что она меня и дальше будет радовать и не разочарует. И это было все на сегодня. Спасибо, что вы провели время вместе со мной. Надеюсь, что какая-то информация будет для вас действительно полезной и интересной. Буду очень рада нашему с вами общению. Ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Подписывайтесь на мой канал.